Особое мнение на 101FM С городской темы начнем В мэрии подтвердили, что начальник управления архитектуры и градостроительства Ирина Рубцова подала заявление на увольнение Сообщение о том, что такое развитие ситуации возможно появилось на прошлой неделе Ирина Васильевна отработала в администрации города в должности начальника управления градостроительства и архитектуры 16 лет Сейчас написала заявление на двухнедельный отпуск, ну и собственно там еще компенсация, как я понимаю, за неиспользованный отпуск Вот такая вот история Ирина Васильевна запомнилась многими событиями, многими высказываниями и своей деятельностью на своем посту Я помню, что она часто говорила нам, депутатам и всем присутствующим, кто задавал ей неудобные вопросы Она говорила, я не главный архитектор города Кирова, я начальник департамента управления архитектурой То есть постоянно снимала вот с повестки вопрос об дизайн-коде, об архитектурной стилистике нашего города О том, как выглядят жилые дома и коммерческая недвижимость По точечной застройке было много вопросов Мы постоянно снимались вопросы вот такими вот в том числе аргументами, что извините, но у нас в Кирове нет главного архитектора и нет дизайнера Поэтому все вопросы мне можете не задавать Поэтому Ирина Васильевна, она, конечно, очень специфический, достаточно, естественно, профессионал Профессиональный человек в своем деле с массой компетенции, 16 лет отработал он на своем посту Вот не жалко ли терять такой опытный кадр? Опытный, конечно, кадр, но я всегда говорил о том, что в нашей городской администрации, в Белом доме необходимо производить так называемые кадровые очистки Именно чистки, не ротации Чистки, ротации, перетрубации, как угодно это называйте Но мне кажется, что с тем кадровым составом, который есть сейчас А там, вы знаете, что и родственники какие-то есть между собой в разных отделах пересекаются И начальники разных отделов, которые сидят под нескольку десятков уже скоро лет Поэтому все эти кадровые изменения в городской администрации, безусловно, я приветствую Я считаю, что именно так должна обновляться команда Не знаю, строит господин Осипов так свою команду Или это все стечение обстоятельств, или отголоски предыдущей деятельности этих чиновников Но, тем не менее, как говорят, ей вспоминают все Парк Победы Что непосредственно она, может быть, и не организатором этих всех телодвижений была Но, как минимум, участвовала в этих процедурах по отчуждению Парка Победы от городского имущества И она даже об этом созналась, и она публично об этом созналась Ну, она не одна такая была, а многие ведь подчеркивали, что... Ну, тем не менее, это и отголоски предыдущей ее деятельности И, возможно, какое-то формирование новой команды, нового главы администрации То есть нужно на это место посадить какого-то человека, который... Который знает архитектуру, который знает строительство, который знает нюансы кировского городского строительства Вы же знаете, у нас город достаточно специфический У нас много проблем, много замечаний и городским стройкам, и крупным агломерациям вокруг города Поэтому в этой ситуации, я думаю, человек должен быть мега-специалист, мега-профессионал Я думаю, что есть практика в других городах, когда привлекают иногородних специалистов Которые погружаются в местную специфику Я не знаю, как будет поступать господин Осипов, затыкая эту достаточно важную дыру в своих штатных единицах Подождите, Алексей, я вас правильно поняла, что вы не против привлечения иногороднего специалиста на этот пост? На данный пост, на данную должность нет Мне кажется, что человек с каким-то другим, иным видением архитектурной и градостроительной ситуации Может пригодиться на этой должности Но в таком случае получается, что вот это вот решение Я не знаю, это было решение Ирины Васильевны Рубцовой Или это было все-таки решение Дмитрия Осипова О том, что она покидает свой пост и на эту должность придет какой-то новый человек Но вот если это было решение Осипова, то вы его приветствуете Ну, я еще раз повторяю, что я все-таки поддерживаю те кадровые изменения, которые происходят в городской администрации Потому что тот кадровый застой, который длится уже не одно десятилетие, начиная с 2007 года Безусловно, это никоим образом в положительную сторону не отображается И я думаю, что те изменения, кадровые изменения, которые сейчас происходят, они заслуживают пока лишь поддержки А какое еще изменение, вот на ваш взгляд, такое позитивное, да, с позитивным знаком? Вы знаете, вот у нас на сегодняшний день в Кирове достаточно весомую роль занимают так называемое территориальное управление Это непосредственно руководители, которые работают на местах Но это районы города Это районы города, они работают на местах, они выполняют непосредственные функции администрирования, менеджмента в своих небольших территориальных объединениях Я считаю, что сегодняшние действующие главы районных администраций заслуживают пристального внимания на предмет того, что необходимо их в том числе и обновлять Потому что команда тоже достаточно засидевшаяся и в их территориальных управлениях, начальники отделов, вот этих небольшие чиновничьи звенья, мне кажется, тоже нуждаются обновления В целом, по деятельности Дмитрия Осипова, уже в должности главы администрации, что можете сказать? Я еще совершенно не могу оценить его деятельность, потому что человек назначен буквально на днях Меньше месяца прошло, да, с официальным утверждением Тем не менее, да, то есть он не вклинился еще в рабочее русло, как мне кажется И оценивать его по поступкам, по каким-то заявлениям, тем более никаких заявлений у него никогда за этот прошедший месяц не было, более-менее высомых То есть, как я всегда отмечал, что многие со мной не соглашаются, но я, тем не менее, отмечаю, что глава администрации – это не только хозяйственная должность, это и политическая должность Он должен уметь отстаивать свою точку зрения, он должен уметь объяснять свои телодвижения, свои поступки, свои решения Он должен маневрировать и в политической плоскости Но господин Осипов предпочитает заниматься исключительно пока хозяйственной деятельностью Ну, посмотрим на эти результаты У нас, как я еще раз повторяю, цыплят по осени считают, это относится к любому главе администрации, которые у нас уже менялись как перчатки Алексей Кузьмин, в нашей студии предприниматель, депутат Кировской городской думы 5-го созыва К вопросу о хозяйственной деятельности, которой занимается Дмитрий Осипов Незадолго до своего утверждения он был в нашей студии И тогда мы задавали ему достаточно больной вопрос для многих активных горожан, так скажем Это вопрос установки заборов, серых заборов на перекрестках, в тех местах, где предположительно пешеходы могут выпрыгнуть на дорогу И Дмитрий Осипов сказал, что нет, больше заборов в Кирове не будет Все, что мы установили, мы установили, дальше, значит, вот эта история развиваться не должна Прошло две недели, да, и на прошлой неделе все увидели эти же самые волшебные конструкции Один в один, такое ощущение, что их на штамповали где-то в безумном количестве Они где-то лежат и ждут своей очереди Их установили в качестве ограждения у пруда в парке имени Кирова Администрация объясняет это, ну, в общем, благими достаточно целями, да Это безопасность пешеходов, потому что тротуар сползает тихонечко в пруд А денег на то, чтобы капитально отремонтировать эту дорожку в этом году, как я понимаю, нет Они появятся только в следующем Ну, вот вроде бы такая цель Цель благая, но насколько она оправдывает Исполнение в итоге обернулось тем, что даже Илья Варламов написал про Киров Да, и про наши волшебные серые заборы Ну, очень странное объяснение насчет того, что не хватает средств на эту прогулоченную дорожку возле пруда И устанавливаем заборы Установить забор — это не такое дешевое удовольствие, как кажется, со стороны А если он где-нибудь завалялся? Да какая разница? Ведь это есть подрядчик Подрядчик использует свои материалы, свои ресурсы Ему оплачивает из городской казны администрация города Кирова Поэтому я не уверен, что цена, конечно, сопоставима Но, тем не менее, заборы не забесплатно достаются Это первый аргумент Второй аргумент Вот недавно была страшная авария на перекрестке Роза-Лексимбург и Ленина И там автомобиль выскочил В результате ДТП выскочил на пешеходную зону Снес вот этот тот самый серый забор И ничто его не остановило И он зацепил пешехода То есть таким образом этот забор И пешеход там серьезно пострадал Не выполняет функцию, как называемого, отбойника или защиты И, по сути, говорить о том, что пешеходы спасают жизни Ну, я бы так не сказал Это второе Но в качестве оправдания можно сказать, что есть так называемые нормативы Установки вот этих ограждений возле пешеходных переходов Где есть детские, дошкольные и школьные учреждения Образовательные учреждения, медицинские учреждения И там по логике вещей, согласно федеральному уже законодательству Администрация города обязана устанавливать такие ограждения Вопрос в том, как они выглядят В разных городах эти ограждения выглядят по-разному Кто-то ставит там совсем тоненькие незаметные заборы Красит их в черный цвет И они не выделяются в городской среде Кто-то устанавливает массивные стальные заборы из оцинковки И они их вообще не красят Они не ржавеют Они выглядят симпатично И придают такой урбанистический внешний вид перекрестку А в Кирове выбрали Сначала у нас был желтый неказистый забор Который через неделю превращался После наших всех пыльных бурь И нашей грязи на дорогах Превращался в какое-то коричневое месиво А сейчас выбрали цвет ближе к земле Сероватый цвет Но тем не менее он тоже грязный Он тоже непривлекательный И точно не создает красивого впечатления от перекрестки Или от пешеходной зоны Ну вот такие решения принимает городская администрация Эти решения принимала и предыдущая городская администрация Но вот господин Осипов, видимо, не держит свое слово И тем не менее заборы устанавливаются Они и сейчас по контрактам устанавливаются Никто эти контракты не заворачивает, не останавливает Но, наверное, и нет пока сейчас возможности эти контракты остановить Они уже были разыграны Ну, что касается вот этих заборов Вот моя такая точка зрения Что они не спасают никого Ни автолюбителей, ни пешеходов Они выглядят некрасиво На них тратятся немалые миллионы Из городской кубышки Которые и так дефицитны На 500 миллионов, если не больше Поэтому я считаю, что все эти телодвижения Они напрасны Они только в рамках галочки для федерального законодательства Возле продажи надо было другого вида ограждения устанавливать Если уж речь об ограждении идет Мне кажется, как глава администрации Должен изыскивать дополнительные средства На строительство пешеходной прогулочной зоны Дорожку надо было сделать Необходимо было просто сделать дорожку капитальным образом Но ни в коем случае не ограждать таким образом Еще бы повесили, знаете, там Против животных вот эту сетку строительную Натянули бы Ну какие-то совсем неказистые вещи Но зачем строить такой массивный забар? Переживем это лето, похоже, без вида на пруд И без поездки в отпуска Об этом мы тоже поговорим чуть позже с Алексеем Кузьминым Но сейчас мы, наверное, перейдем все-таки К истории с коронавирусом Мы никуда от нее не денемся И я бы попросила вас, Алексей Ну, во-первых, высказать свое мнение О том бизнесе, который до сих пор Не может работать, да, и не получил такой возможности И сегодня на заседании оперативного штаба По-моему, в два часа он начинается Должны все-таки принять решение Будет или не будет работать общепит Потому что не первые уже обращения там записывают, да, представители этой сферы В телеграм-канале «Вятский бизнес» довольно активно обсуждается бедственное положение фитнес-центров, да, потому что персональные тренировки с тренерами не покрывают тех расходов, которые фитнес-клубы несут и не дают им возможности работать безубыточно, да, то есть вроде как открыли, но при этом не открыли И вопрос, конечно, возникает у бизнесменов тот же, который возникал, там, не знаю, месяц назад Почему в продуктовых магазинах люди ходят без масок, да, пересекаясь там Почему нельзя им ходить на тренировки, например, в масках, да, в то место, где мы можем проконтролировать соблюдение каких-то эпидемических норм безопасности Я думаю, в этой ситуации региональным властям, а именно региональные власти принимают решение об снятии ограничительных мер или наоборот о создании дополнительных барьеров Мне кажется, региональной власти нужно принять окончательное решение Вы или шашечки, или ехать Или вы объявляете всеобщее голосование на поправки в Конституцию, где будут тысячи людей рисковать своими жизнями и здоровьем и принимать участие в этих выборах, в этом голосовании Либо вы открываете строительные крупные магазины, там, Галеруа Мерлен, там, все крупные строительные магазины у нас работают Принцип точно такой же Это массовое скопление людей, это массовое пересечение людей, товаров, услуг И чем отличается общий ПИД от строительного магазина, я не могу себе представить эту разницу Я считаю, что власти все-таки необходимо принять окончательное решение Либо мы все открываем, либо мы все закрываем Потому что сейчас, на сегодняшний день, ситуация такая, что предприятия общей ПИД, спортивные учреждения Они все-таки находятся в какой-то дискриминационном поле И их ограничили, не объяснив, почему именно они являются источником потенциальной опасности Почему именно общий ПИД, столовая, кафе, рестораны не могут принимать посетителей Почему магазин FixPrice какой-нибудь, где там тоже сотни людей пересекаются в одном магазине И никто не переписывает у них паспортные данные Берут с полки один и тот же товар, вертят его в руках, ставят его обратно на полку И никто там маски не проверяет антисептиком, никакие руки не обрабатывают Но где-то обрабатывают, конечно, где-то и маски требуют носить А почему в ресторане, когда любой ресторатор качественно подходит к безопасности своих посетителей Да он будет каждую тарелку, каждую вилку и спиртом обрабатывать Лишь бы к нему никаких претензий и вопросов со стороны клиентов не было прежде всего Почему он не может открыться, а вот какие-то непонятные магазины, непонятные учреждения, непонятное голосование Здесь в этой ситуации все работает, все открыто А предприятие общий ПИД находится в дискриминационном поле Я считаю, что в этом виновата исключительно региональная власть Своей нерешительностью, непоследовательностью И те аргументы, которые приводит региональная власть о том, что в предприятиях общий ПИД легче заразиться Я считаю их неубедительными Но они там говорят, даже не столько легче заразиться, сколько сложнее отследить потоки Сложнее поконтролировать А в магазине фикс прайс несложно отследить потоки Когда человек туда заходит, покупает мочалку для ванны И потом выходит к своим родственникам и идет в квартиру Но разве это серьезный аргумент? Мне кажется, это не серьезный аргумент Во многих регионах поступили иначе Во многих регионах малому бизнесу, в том числе и общий ПИД Разрешили открываться Разрешили работать при соблюдении жестких санитарных правил Я о чем говорю? Что любой ресторатор следит за безопасностью своих клиентов Гораздо лучше, чем продавцы в продуктовых магазинах Либо хозяйственных магазинах Либо водитель или кондуктор общественного транспорта Потому что к общественному транспорту тоже очень много нареканий Алексей, а вам не кажется, что вообще сейчас власти многих регионов И Кировской области, в том числе, поставлены в некотором смысле в безвыходное такое положение? То есть, с одной стороны, есть статистика по заболевшим коронавирусом И она не сказать, что прям меняется в лучшую сторону, да, заметно А с другой стороны, есть предстоящее голосование по Конституции Которое вызывает, естественно, вопросы, как массовые мероприятия, да, фактически Вот, и эти вопросы задают, естественно, бизнесмены властям на местах У властей нет другого выхода, кроме как открыться А что будет, если после голосования по Конституции И после того, что будет предварять это голосование, да, вот открытие, возможно, это магазины, в кафе и прочее Статистика начнет резко меняться в неблагоприятную сторону Вам, как кажется, после 1 июля, 14 июля Возможно, новые ограничительные меры? Или, ну, власти будут делать вид, что ничего страшного не происходит? Вот в этой ситуации, мне кажется, что самый простой аргумент, который скажет власть После того, как будут зашкаливать количество обратившихся с подозрением Симптомами Симптомами на коронавирус Самый легкий будет аргумент следующий Ну вот, вы же хотели открываться там предприятие общепита, малый бизнес Вы же там нам плакали, каждый день ходили, митинги под окнами проводили Одиночные пикеты, простите, митинги сейчас нельзя проводить Одиночные пикеты проводили, жаловались нам Вот мы вам разрешили Мы вас предупреждали, что из-за вас будет вспышка новых обратившихся Мы вас предупреждали, вот, пожалуйста, получите А на самом деле эти все вспышки могут возникнуть после голосования По правкам Конституции, а не после того, как люди котлету с пюре в столовой покушают Поэтому в этой ситуации, я думаю, что вот то самое голосование Которое почему-то назначено в самый сложный для нашей страны период И с точки зрения эпидемиологической обстановки Вы же видите, по 9 тысяч человек в день прибывают в нашей стране И это стабильная цифра, она не меньше, не больше, она каждый день одинаковая Я не уверен, что к 1 июля эта цифра как-то в меньшую сторону кардинально уменьшится Если ее не будут подрисовывать Значит, в этой ситуации я считаю, что в такой сложный период эпидемиологический и финансовый период Нефть подешевела, предприятия остановились, экспортная выручка снизилась Пошлины нефтяников, газовщиков рухнули Полстраны сидит без работы Полстраны сидит без работы Безработица будет через 2 месяца больше 10% Я не знаю, почему именно в этот период необходимо назначать столь сложную процедуру Это же не в магазин за пельмешками сходить Это сложная процедура, которая требует координации, усилия и деятельности тысяч людей Даже, может быть, миллионов людей Потому что даже в Кировской области тысячи членов участковых избирателей комиссии Тысячи людей, которые будут принимать непосредственное участие в наблюдении Я считаю, что это абсолютно непродуманное решение И оно связано исключительно с тем, что сейчас из-под ног уходит земля Да ладно, у кого она уходит? Ну вот, кто принимает эти все решения о таком голосовании в столь сложный период Видимо, из-под ног уходит земля И надо провести вот это голосование именно в этот период Потому что дальше будет хуже Дальше рейтинги и поддержка будут снижаться Дальше будет только все обостряться А, то есть вы предполагаете просто, что люди не дадут нужного результата Если выборы, простите, голосование провести позже Более позднюю, да Например, в единый день голосования В сентябре Да, как это у нас должно было по логике вещей и пройти Когда голосование проходит в регионах Единый день, пожалуйста, избирательные участки открыты Проводится обработка, массовые выборы и так далее Я считаю, что это было бы абсолютно логичным, правильным решением Но, опять же, все нам предрекают вторую волну эпидемии И она приходится примерно на эти сроки На осень Поэтому, опять же, чтобы не затягивать эти сроки Чтобы побыстрее провести то, что хотят провести И придумали вот это 1 июля голосование Я считаю, что это необдуманная дата Что касается вообще самого голосования Что лично я для себя уже принял окончательное решение Что я, безусловно, пойду на это голосование Со средствами всеми защиты и так далее И я буду голосовать против Потому что никого ни к чему не призываю Но, тем не менее, это мое особое мнение Я считаю, что из тех ораторов, спикеров Из того объема документов, которые я перелопатил По этим всем поправкам По юридической составляющей этим поправкам Меня никто не убедил Не убедил Что необходимо рисковать Именно сейчас, 1 июля Необходимо рисковать тысячами людей Жизнями и здоровьями этих людей Необходимо закапывать миллиарды бюджетных рублей А вы знаете, что членам участковых избирательной комиссии Будут платить двойную ставку Наблюдателей будет оплачивать Исключительно фонд партии «Единая Россия» Это колоссальные деньги В том числе и бюджетные огромные деньги Я не считаю, что в столь сложный период Эти поправки жизненно необходимы нашей стране Меня никто не убедил в том Что эти поправки Кардинально в лучшую сторону изменят Жизнь в нашей стране Социально-экономическую обстановку в нашей стране Политическую обстановку в нашей стране И я считаю, что Сами эти поправки Может быть и выглядят достаточно симпатично Ну, с точки зрения Здравого смысла, необходимости Но, вы знаете, такое ощущение Что я пошел в книжный магазин За хорошей, отличной книгой Хотелось бы ее почитать Хорошая, отличная книга Разрекламированная, все И мне вместе с этой книгой Продают мебельный шкаф И говорят, что в стоимость включен мебельный шкаф Вот вывозите из нашего магазина И книгу, и шкаф Что мне с советское время вспомнилось Там по-другому было Там шкаф покупала, в нагрузку тебе еще что-нибудь Я хочу книгу купить Я не хочу шкафы покупать Я книгу хочу купить И получается так, что Это я к чему? Что вот на билбордах Во всех городах Вывешены правильные мысли И правильные тезисы В России должно быть качественное здравоохранение Социальное благополучие населения Наша основная задача Дети это приоритет для нашего государства Но ведь правильные лозунги Правильные мысли Правильные цели К чему должно стремиться Социальное демократическое государство Но под этот шумок Затаскиваются политические изменения Политические перетрубации И серьезные политические тезисы В этих поправках Конституции имеются И я считаю, что вот политическая составляющая Этих поправок Она представляет собой мебельный шкаф А социально-демократические поправки В Конституции представляют собой хорошую книгу Так вот и как я должен выбрать между этим и тем? Понятно То есть в этой ситуации шкаф перевешивает И вы против того, чтобы шкаф из магазина забирать Алексей Кузьмин В нашей студии мы вернемся через полторы минуты Еще о поправках Конституции О голосовании поговорим Особое мнение на 101FM Алексей Кузьмин За поправки в Конституции Примерно то же самое мы видим на билбордах Я понимаю, что несопоставимы совершенно Наверное, финансовые возможности людей, которые хотели бы, чтобы поправки были приняты И тех, кто против этих поправок выступает, как вы То есть вы же не можете там, извините, объединившись даже с кем-то, скоперировавшись, заказать серию роликов на первом федеральном канале или на телеканале России Не знаю, где там они идут еще, да, эти голосования Вот этот вот перекос, он явный, ну то есть уже не стесняются Вам не кажется, что это вообще, ну, не знаю, неэтично может быть? Ну, это же политтехнологии Здесь применяются серьезные, жесткие политтехнологии Здесь несколько десятков команд работают над этой избирательной компанией Хотя она не является избирательной компанией Ну, хотя бы, видимо, что надо сделать, что там можно проголосовать так, а можно проголосовать иначе И весь политический истеблишмент страны, мне кажется, на 99,9% уверен Что подавляющее число граждан нашей страны проголосует за И другого варианта не рассматривается Варианта отступления с запасного аэродрома у политического истеблишмента страны нет И я считаю, что здесь брошена вся политтехнологическая артиллерия Вброшены все имеющиеся ресурсы и финансы для того, чтобы обеспечить необходимый 70% результат Я слышал цифру, которая объявлялась председателем участковых избирательных комиссий в Кировской области 70% явка, 60% за То есть это такие достаточно большие весомые цифры, которые необходимо их как-то добиваться Как они будут добиваться, ну это уже другой вопрос А если люди не пойдут добровольно, насколько велика вероятность фальсификаций? Вообще за честностью этого голосования кто-то будет следить? Ну вот мы же говорим про наблюдателей Я, насколько помню, наблюдатель на это голосование может назначать только общественная палата Но это не обязательно члены общественной палаты Нет, это не только общественная палата, наблюдатель по сути может назначать любая общественная организация Потому что сегодняшняя процедура это не избирательная кампания Она не поддается ни одному правовому регулированию избирательных циклов Поэтому в этой ситуации наблюдатели могут, насколько я понимаю, кто угодно Но мне сказали такую фразу, что все наблюдатели будут оплачиваться из фонда партии «Единая Россия» Ну, насколько это правильно, насколько это корректно, политически выверено Мне кажется, что это определенная ошибка Это первое Второе В списке избирателей будут вписаны, уже будут вписаны паспортные данные избирателей Это ноу-хау этого голосования Раньше все-таки рукой вносились паспортные данные каждого человека Человек предъявлял свой паспорт и уже член избирательной комиссии записывал рукой паспортные данные сегодня Уже будет все пропечатано Не хватать будет, по сути, одной подписи Так Ноу-хау будет индивидуальный пакет для каждого избирателя Там по квартирному вот в этом обходе Это тоже ноу-хау такого не было Что там передается в этом индивидуальном пакете Какая информационная нагрузка ложится на избирателя Как он должен принимать решения Насколько оперативно, насколько взвешено Как будут защищены члены участковых избирательных комиссий Это пока остается загадкой Я знаю, что по квартирам члены УИКов будут ходить в сопровождении полицейских Вот представляете, в течение недели идет эта процедура Вот этих поквартирных обходов, голосований Вы только вдумайтесь, сколько будет занято на этой деятельности полицейских Города Кирова или Кировской области и всей страны У нас в эту неделю преступления могут совершаться с интервалом в 20 минут Очень надеюсь, что этого не будет И, видимо, никто за ними бегать не будет Потому что я очень переживаю, что криминогенная обстановка за эту неделю Она кардинально ухудшится Но, конечно, хочется, чтобы все-таки наши правоохранительные органы Внимательно относились к своим служебным обязанностям Они только ходили по квартирам за избирателями Так, подождите, Алексей Вот все-таки к вопросу о фальсификациях И, возможно, недобросовестных каких-то телодвижениях Заинтересованных в нужном результате людей Вот эта вот неделя, которая нам дается предварительно На ваш взгляд, я правильно понимаю Она все-таки усиливает вероятность того, что где-то что-то будет подтасовано Или нет? Если честно, я не понимаю, какой смысл подтасовывать вот это голосование Всеобщее голосование, как оно называется Конечно, пресс-секретарь президента заявил о том Что если голосование будет отрицательным То эти поправки не будут вноситься Но, насколько я понимаю, что... Тем не менее, есть сообщение о том, что уже в книжных магазинах продают новую конституцию Есть и сообщение о том, что и не нужны эти поправки И не нужно это всеобщее голосование И это можно сделать и другим путем И в следующий избирательный цикл Попробовать еще один раз провести это голосование То есть вариантов у действующей власти очень много Поэтому я не думаю, что есть смысл какой-то там принципиально накручивать эти голоса Накручивать явку Накручивать количество ответов за Ну, разве что показать максимальную легитимность мировому сообществу Я думаю, что не без этого эти все голосования и проводятся В таком случае, Алексей, у меня к вам еще один вопрос Это история, о которой написала Медиазона Со ссылкой на врача поликлиники номер 7 Константина Копанева Кировской поликлиники Он сообщил о том, что якобы Перед руководством медицинских организаций Поставлена задача обеспечить участие в голосовании 100% работников подведомственных учреждений Членов их семей И все это необходимо сделать до вот этой вот даты 1 июля Ну, то есть официально это чтобы как можно меньше людей пришло на участки 1 числа И подвергало друг другу опасности заразиться Вот такая история Хорошая причина Это что? Это обеспечение явки в 70%? Хорошая причина для того, чтобы аргументировать составление списков всех бюджетников У нас же целая армия бюджетников работает в бюджетных учреждениях области и города Для того, чтобы составить эти списки Для того, чтобы примерно понимать потенциальную явку Даже если придут одни исключительно бюджетники А все остальные просто проигнорируют это голосование Либо будут голосовать против Это предметный мониторинг ситуации И в последний день 1 июля уже у организаторов этого голосования на руках Будет хотя бы примерные какие-то списки, примерные цифры И они будут понимать, что можно еще сделать в последний день Это предвыборная технология Она была всегда Бюджетников у нас поголовные И постоянно на всех избирательных кампаниях Мягко призывают принять участие в выборах И говорят о том, что мы проконтролируем, как вы голосовали То есть понятно, если не согласен, увольняйся Обычно так Наверное, не с такой жесткой формулировкой Но с таким намеком Печально, печально Алексей Кузьмин, предприниматель в нашей студии Мы продолжаем, у нас еще одна тема впереди И 5 минут Я бы хотела, Алексей, чтобы вы прокомментировали Все-таки громкий скандал прошлой недели Эта история с сначала увольнением С поста министра связи информационных технологий А потом и возбуждением дела В отношении министра Юрия Палюха Обвиняет его, насколько я понимаю, в том Что в прошлом году В рамках нацпроекта Качественной безопасной автомобильной дороги Было закуплено специальные технические Ну, какие-то штуки, да Оборудование специальное Да, для контроля за дорожным движением И якобы эти технические приборы Не соответствовали Тем условиям, которые были прописаны в контрактах Говорится, что несмотря на вот этот вот факт Юрий Палюх все-таки обеспечил принятие Там до этих работ И оплатил подрядчикам Выполненную работу Предполагаемый ущерб составил более 78 миллионов рублей Я не знаю, честно говоря, как устроена система закупок У меня вопрос только один Находясь на большой должности На хорошей, как я думаю, все-таки зарплате Люди, являющиеся достаточно разумными Могут самостоятельно рисковать Положением своим, карьерой своей Честным именем своим, еще чем-то Без санкций сверху или нет Что вообще происходит? У нас Плитко взятки берет за спиной Начальство своего Теперь вот Палюх Это вообще, насколько вероятно Что действия самостоятельны полностью Ну, я понял, к чему вы клоните То есть, это команда действующего губернатора Васильева Это люди, которые прошли с ним и огонь, и воду, и медные трубы Они из Росреестра федерального Поэтому говорить о том, что эти люди принимают исключительно самостоятельные решения Пока, мне кажется, это не приходится Я не знаю, какие решения они принимали касательно вот этих эпизодов Которые им вменяются Ну, связанные со взятками по лесу У Плитко, да, или вот здесь По оборудованию По цифре, по цифровому оборудованию Я не знаю, какие там они решения и согласования проводили Но любое более-менее серьезное крупное решение Безусловно, в любой компании так принято В любом органе управления так принято Безусловно, это необходимо собирать некий консорциум Управляющих, менеджеров, директоров И говорить, и всеобщее им рассказывать об этой ситуации И принимать какое-то коллективное решение Я не уверен, что господин Палюх или господин Плитко Там принимали исключительно единоличные решения По любому вопросу Еще раз повторяю Я не знаю насчет этих вопросов Но по другим вопросам Я, безусловно, уверен, что было консолидированное решение По крупным вопросам Что касается задержания Палюха И то, что ему там вменяют Он принимал решение о приемке товара Или непосредственно исполнительные этого контракта Принимали решение Или вышестоящее руководство Я думаю, с этим должно разобраться следствие Алексей Кузьмин в нашей студии Особое мнение на этом завершается Благодарю, спасибо большое До новых встреч в эфире До свидания Особое мнение на 101FM